Небесно-голубые глаза, добрый взгляд и радушие. Все это о нашей героине. Галина Петровна Юркина, житель блокадного Ленинграда. В свои 88 она ясно помнит события тех страшных лет. В честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы встретились с ней, чтобы поговорить о семье, папе-герое и большой любви к Родине. Галина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно с вами сегодня беседовать. В этом году мы отмечаем 79-ю годовщину Великой Победы. Расскажите, пожалуйста, какую роль сыграли страницы Великой Отечественной войны в вашей жизни? Очень много было, конечно, горьких моментов. Война началась, мне было 6 лет. Как раз 14 июня был день рождения 41-го года, а 22 июня началась Великая... Ну, тогда она еще не Великая Адель, просто началась война. Папа у меня был кадровым, военным. И их часть стояла в это время в Петрозаводске. И мы жили в Петрозаводске. А в Ленинграде у нас дедушка был там, ну и родственники. Наша тетя жила, у нас была отдельная квартира на улице реки Волковки. Вот. А мы были в Петрозаводске. Папа прошел финскую войну, вернулся живым. Из всего дивизиона их три человека только выжило. С первых дней войны отец Галины Юркиной Петр Шаула ушел на фронт и погиб в июле 41-го года на границе с Финляндией. Был представлен к награждению орденом Красной Звезды. В 2021 году в Химках дочери торжественно вручили удостоверение к ордену отца. Галина Петровна много лет искала место его захоронения и нашла на Карельской земле. Стоит обелиск, воин, гранитом, самый гранитный памятник большой. Сейчас не найду я просто это, могли бы ему в телефоне, у меня есть даже он все, я засняла. Памятник, потом подстамент. На подстаменте золотыми буквами, значит, там, по-моему, 80 фамилий и среди них папа. Когда отец ушел на фронт, Галина Юркина вместе с мамой Просковьей Степановной, сестрой и родными попала в Ленинград, который потом окружили немцы. В 42-м году им удалось эвакуироваться. Мы, короче говоря, приехали в Бежицк. А куда приехали? Из Ленинграда было нас три семьи. Вот мама, маминого брата, жена с двумя детьми, девочке было шесть месяцев. И мы, значит, дедушка хоть был и сердитый, куда приехали, отец, татья Женя, но построили нам нары для спанья. Нам, напротив нас, значит, тут тети моей с детьми. И мы втроем спали на этих нарах, на деревянных, где уж там они сено набрали, сделали матрасы. В непростом, полном лишении детствия у Галины Петровны была любимая кукла, которую она вспоминает со слезами на глазах. Мне он был уже семь лет, у меня была деревянная кукла, которую я одевала, и, значит, все ухаживала, все. Ну, ладно, я тут все рассказала, все. Так что он, почему еще и говорил, у меня он до сих пор, вы знаете, прям вот, когда все это закончилось, подходит ко мне мальчик с мамой, наверное, в классе втором, третьем, вот так вот, и говорит, а где сейчас эта куколка? Ой, вы знаете, у меня прям вот прошибло все. Я говорю, заинька, я сама не знаю, говорю, где эта куколка? Мы, я говорю, столько переезжали, и все, я говорю, и потом такое было время, я и не знаю, и где была эта куколка, и куда она делась потом, эта куколка, конечно. Вот, и поэтому вот это вот, прям, я говорю, вот этот эпизод у меня вот никак не выходит. Родственники Галины Петровны, которые не эвакуировались, погибли от голода. Особенно трудно вспоминать двоюродного брата. А тетя вот с племянником, дом, когда наш разбомбили, им дали на Петроградской, они жили там. Есть было нечего, она наварила из столярного клея киселя, они поели. И она вроде ничего, вот она выжила. А у него сильная диспепсия началась, и в общем, он у нас умер. Единственное, что вот и дядя, и тетя, и дедушка, и вот видите, все похоронены во время блокады в Ленинграде, но где, мы так и никто не знаем, где. В 1944 году семья вернулась из эвакуации в Ленинград. Вот вернулись в Ленинград, они завербовались на завод подъемно-транспортного оборудования. Вот мы приехали в 1944, мы снова вернулись в Ленинград. Приехали, а до ни квартиры, ничего нет, дали им на двоих, как говорится, да, потому что у них была тогда отдельная квартира, но тетя тоже жила там. Вот, и дали им ту самую комнату одну. И так вот мы и жили. И мама, конечно, очень тяжело работала, потому что, а куда? Их, вернее, она завербовалась земледелом, делала землю для формовочного цеха. И даже немцы, которые там очень много было, этих самых пленных немцев, они тоже восстанавливали, они все время им говорили, «Фрау, как же вы тяжело работаете». Как встретили День Победы, помните этот момент? О, о чем вы говорите? 9 мая, уже 1945 года, уже мы прожили там год с лишним, была ночь. Ну, раздается крик мамы. Девчонки, вставайте, победа! Мы проснулись, конечно, не поймем, какая победа и чего. Давайте, война закончилась, все, теперь жизнь другая у нас начнется. В общем, еле дождались утра, утром, одели и на улицу. День был, вы знаете, на редкость, теплый, солнечный. Тут уже и музыка играет, народу как будто вот никто не спал, все в основном на улице были. Незнакомые обнимаются, целуются, тут же кто-то пляшет, кто поет. После прорыва блокады и разгрома фашистов, как вспоминает Галина Петровна, жизнь наладилась. Закончила школу, потом, значит, техникум закончила. Потом, это самое, как были трехгодичные у нас курсы института. Потом направили меня, после окончания направили в Мурманск, три года отработала в Мурманске, везде была там. А это учила, то есть закончила по специальности связиста. И поэтому и в Североморске была, и в Полярном была, и на подводной лодке была, и на крейсере «Железняк» мы были. Галина Юркина счастливо вышла замуж, родила двух дочерей. С 1957 года жила в Химках и всю жизнь посвятила работе на одном предприятии. У меня трудовая книжка почти вся исписана, а работала на одном месте. Это все предприятия, у нас все менялось, все менялось, то одно, то по-другому. И последнее мой это был «Ростелеку». Галина Петровна, спасибо вам большое за интересную беседу. Поздравляем вас с годовщиной, 79-й годовщиной Великой Победы. Здоровья вам, благополучия. Спасибо вам. Спасибо, что оказываете нам внимание, не забывайте. Субтитры подогнал «Симон»!